Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня я участвую в челлендже Summer Day Summer Room. На этот раз меня пригласила Виктория, моя тезка, с канала ссылочку оставлю в описании, и мы решили, точнее по большей части она решила, что мы будем строить убежище Деда Мороза. Я очень рада, что успела поучаствовать до конца года, потому что я боялась, что не успею, так как из-за учёбы было мало времени, хватало времени только на осветить какие-то штуки, вот, а дополнительно ничего такого не хватало, но последняя неделя декабря у меня выдалась очень свободной, и я прямо-таки всё успела, вау. Сначала я немножечко поговорю об этой комнате, об этом убежище, а потом такой небольшой подкастик будет с какими-то итогами года. Я так посмотрела, получается, Вика сделала такую спальную зону и рабочую зону, то есть у неё там и компьютеры, и какие-то книги, и всякие такие штучки, где Дед Мороз проводит своё рабочее время. И я решила сделать такое место для отдыха, где он будет сидеть около камина, читать какую-то литературу, книжки. Но потом я поняла, что этого как-то оказалось мало, и я поставила ещё обеденный такой стол, где он будет кушать, но об этом ещё чуть-чуть попозже. Я поставила, значит, два кресла рядом с книжной полкой, подразумевая то, что он ещё с кем-то будет читать, возможно, со Снегурочкой там она, либо с ним вместе живёт, тоже в убежище. Но тогда двуспальная кровать, это немножечко странно. Не знаю, может у неё какая-то отдельная комната где-то есть. Или, возможно, у Деда Мороза есть жена, хотя это у Санта Клауса есть, у нашего Деда Мороза, по-моему, нет. Ну, короче, я не хотела, чтобы Дед Мороз у нас был таким прям слишком одиноким, и поставила ему два кресла. Использовала я в основном контент из времён года, также с новым обновлением бесплатного каталога пришло много всяких, ну, не очень прям много, но достаточно всяких прикольных штучек, тоже я их применила. На камин вот я поставила много открыточек, это типа открытки и письма детей, которые ему пишут. И также, как Вика, я ещё понаставила дополнительно подарков. Ну, блин, какой Дед Мороз без подарков? Мне кажется, его всё убежище как-то должно быть заполнено подарками. Касательно обеденного стола. Сначала я думала уместить такую маленькую кухоньку, но она как-то не очень бы в тему смотрелась рядом с кроватью, с этим диваном. И в итоге я придумала кое-что другое. Я поставила там подвал, чтобы была лестница. И в этом подвале как бы будут запасы еды Деда Мороза. Он будет туда спускаться. Может быть, там как раз-таки место для готовки. Короче, там целый склад, наверное, с продуктами и с ещё какими-нибудь вещами. И может быть, там живёт как раз-таки Снегурочка какая-нибудь, комната там у неё. Потому что, в принципе, кстати, вот как убежище, вот это слово, оно подразумевает лично для меня такая ассоциация, что это должно быть что-то под землёй. Поэтому я поставила лестницу, обставила её, там немножечко её замаскировала, чтобы она как-то покрасивее смотрелась. И поставила обеденный стол, чтобы Дед Мороз кушал в более приятной обстановке, нежели там внизу. Также я пыталась сохранить сетовую гамму, которую сделала Вика. И хотела, чтобы мебель такая была деревянная. И поэтому я очень долго не могла выбрать диван, потому что у меня что-то всё было не то. Чтобы он тоже деревянненький такой был. Но в итоге, я думаю, получилось миленько. Конечно, не так прям супер обставлено всяким декором. И поэтому, возможно, как-то смотрится немножечко пустовато. Ну, как-то я так это всё увидела. Тем более, у него обставлено рабочее место, очень много там всяких штук. И я уже не стала перезагружать деталями. Ну и давайте теперь подведём итоги года. Не очень классный год для меня. Мягко говоря. Прямо-таки за этот год я пережила и взлёты, и падения. Но вроде бы ещё стою на ногах, поэтому, поэтому ладно. Всё, я всё сказала. Я не знаю, что ещё сказать можно. По поводу блокировки, не знаю, у меня как-то с каждым днём, вот с какой сегодня число, вот где-то неделю назад я должна была подать ещё одну апелляцию. Ну, я типа подаю каждые две недели. Но я не стала этого делать. Мне это немножечко надоело каждый раз получать отказы. И если, допустим, несколько месяцев назад мне было жалко не только видео, но и там подписчики, по рассмотре, вот это всё, то сейчас конкретно мне жалко только видео, которые я не могу пересмотреть, хотя хочется какие-то там моменты пересматривать. Лесбирж там всякий, например, или что-нибудь ещё такое. Вот за это реально обидно, и я не знаю, я, конечно, ну, буду ещё подавать апелляцию, но это уже в следующем году. И периодически там какие-то ребята меня находят, находят, там раз в несколько дней пишут комментарии, то, что вот, хотела пересмотреть, а тут обнаружила, то, сё. Вот, и тоже так обидно становится, типа вот, человек хотел посмотреть, а ничего нет. Вот, и, короче, только из-за этого мне жалко, остальное мне уже, ну, ничего не жалко. Я как бы уже выбрала вектор, по которому буду идти, и меня, в принципе, всё устраивает. И год был не очень и в плане канала, и в плане чего-то личного. Я очень надеюсь, что следующий год будет намного-много-намного-намного раз лучше, потому что я заканчиваю университет. Как бы я надеюсь, что это будет такой просто камень с плеч, камень с души упадёт, или как это правильно называется. Потому что учёба реально мешает заниматься мне тем, чем я хочу, но прямо сильно забрасывать её я не хочу и не люблю. Я как-то один раз вообще не подготовилась нормально к экзамену, и кое-как со слезами на глазах я уговорила поставить четвёрку, потому что стипендии — это мой такой единственный почти доход. И после этого я как бы не хотела, чтобы у меня были проблемы с учёбой. Ну вот просто лично мне самой не нравится быть каким-то, грубо говоря, лузером. Хотя в группе я далеко не самая сильная студентка, и в принципе меня это как-то не обижает, потому что мне как-то немножечко всё равно на специальность, на которой я учусь. И поэтому классно, что есть люди, которым это нравится, и они получают хорошие оценки. А я просто так средненько. Главное, чтобы не на тройке, чтобы у меня была стипендия. Да, в моей группе не на тройке учиться — это средненько. Это почти такой самый низкий результат. У нас просто 50 или даже больше процентов умные ребята, поэтому вот так вот. И, короче, я надеюсь, что в новом году избавлюсь от этого груза. До лета ещё придётся страдать и терпеть с дипломом, но уже чуть-чуть осталось, так что ладно. И надеюсь, когда у меня появится работа, она также не слишком сильно будет мне мешать чем-то творческим заниматься, тем же самым каналом. Ну, просто, по крайней мере, работа. Ты работаешь, ты приходишь домой, и тебе не надо делать что-то ещё по работе дома, а с учёбой. То есть ты приходишь домой, и тебе ещё надо что-то делать. Тебе ещё надо дома у этой учёбы дурацкой заниматься. На работе, по крайней мере, не так будет, я надеюсь. И плюс я буду деньги получать наконец-таки какие-то, и смогу реализовывать свои мечты. Так что надеюсь, что 2019 год будет получше, и надеюсь, что он у вас тоже будет лучше 2018 года. И вообще надеюсь, что у вас будет каждый год всё лучше, лучше, лучше. И вы будете с каждым годом всё лучше, лучше и лучше. И да, подводя итог, хочу вам пожелать всего самого хорошего, самого тёплого в новом году, чтобы вы шли к своим целям, трудились и работали, а не просто сидели на попе смирно и чего-то там хотели, чтобы вы шли к своим целям. Хоть очень-очень маленькими шажками, но всё равно это намного лучше, чем ничего не делать. И в конечном итоге вы не заметите, как придёте к своей цели и осуществите ваши самые заветные мечты. Ну и, конечно же, побольше радуги вам в новом году. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!